Джанго освобожденный. Спагетти вестерн Квентина Тарантино о том, как бывший раб вместе с охотником за головами спас свою возлюбленную. Здесь режиссер обратился к одной из самых чувствительных тем в Америке – рабовладению. Что характерно, события фильма происходят за три года до гражданской войны. Тарантино выбрал это специально, чтобы показать людей, которые и не знали другой жизни в США, как при рабстве. Фильм изобилует перестрелками, руганью, видами американского юга, неожиданными сюжетными поворотами и изумительными диалогами. А также, конечно, характерными героями. Именно их поведение я сегодня и буду анализировать. Какие ценности у доктора Шульца и тактика ведения переговоров? Как с его помощью преображается Джанго и что трансформирует характер самого Шульца? Какие слабые места главные герои находят у землевладельцев? И как добиваются своих целей? И почему главный злодей фильма, встретившего самую жестокую расправу, оказался домоуправляющий Стивен? Знакомо ли вам чувство, что должно произойти какое-то важное событие? И вместе с ним надвигается какая-то тревожность? С чем она связана, точно непонятно. Это ощущение сильно беспокоит и не дает нормально существовать. Волнение усиливается с каждой минутой. Такие ситуации проделки нашего мозга, и это не самое худшее, как он над нами может пошутить. И хотелось бы вообще-то понимать, как справляться с такой беспричиной тревога и волнения. У синхронизации есть курс, как устроен наш мозг, который помогает разобраться в подобном. Это большой видеокурс о том, как работает наш главный орган. Мозг влияет на все, что мы делаем, на наши желания, эмоции и мысли. И на курсе вы узнаете, как это происходит и зачем. После курса вы будете знать, как именно мозг управляет вашей жизнью. И сможете использовать эти знания в повседневной жизни, чтобы лучше понимать себя и окружающих. Из курса вы также узнаете, как побороть лень с помощью знаний о работе мозга. Как нейромедиаторы заставляют нас радоваться и грустить. И за что они отвечают нашим организмам. Почему периодически стресс полезен, а хронически опасен. Курс состоит из коротких видеоуроков по 15-20 минут. Их удобно смотреть, например, пока вы едете домой с работы, пока вы готовите и обедаете. В каждом уроке есть конспекты лекции и тесты, чтобы закрепить материал. А также дополнительные статьи, если вы захотите узнать больше и углубиться в материал. В синхронизации строго отбирают лекторов. Это специалисты, которые глубоко разбираются в своей теме. Имеют профильное образование и опыт работы. Курс ведет Вячеслав Дубынин, известный популяризатор науки, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Рекомендую пройти этот курс и улучшить свои знания о работе мозга, которые сделают вашу жизнь комфортнее и продуктивнее. А благодаря моему промокоду MENTAL вы еще получите скидку 20%. И она работает для всех курсов синхронизации. А скидка суммируется с остальными скидками на сайте Лектория. Ссылку на курс я добавлю в описании. Начну разбор с доктора Кинга Шульца и его верного коня Фрица. Он охотник за головами родом из Германии. Пять лет назад забросил стоматологическую практику. Презирает рабство. По ходу фильма нам постоянно демонстрируют его стиль коммуникации. Подчеркнуто вежливо, ассертивный, уверенный. Его поведение можно даже назвать аристократичным. Он одинаково воспитанно себя ведет со всеми. То, что он не может позволить себе в общении с лендлордом, он не позволяет с рабом. А что может позволить в общении с рабом, позволяет с лендлордом. Однако, герой Кристофа Вальца смело и жестко защищает личные границы. Тарантино весь фильм противопоставляет доктору Шульца остальным персонажам. Землевладельцам, бандитам, работорговцам. Он отличается от них воспитанностью, вежливостью и умом. Доходит до комичного. Он так вежливо общается, что его просят говорить проще и понятнее. Хотя английский язык для него не родной. В отношении рабов подавляющее большинство персонажей держит серьезную дистанцию. На них смотрят с позиции власти, с презрением. Шульц же, напротив, исповедует открытый стиль коммуникации. Добродушный, вежливый. Это возмущает других, вызывает когнитивный диссонанс. Что Шульц, раз он европеец, то он якобы должен вести себя, как все белые. Шульц же ведет себя с Джанго подчеркнуто вежливо. Что сильно смущает и возмущает других. Он старается установить контакт, строить не вертикальные, а горизонтальные отношения. Он признает в рабе человека. В дальнейшем эти горизонтальные отношения разовьются до партнерства, а потом крепкой дружбой. Характерно, что весь фильм пропитан иерархическими отношениями, доминированием одного человека над другим из-за положения, цвета кожи, взглядов. Но в отношении Шульца и Джанго нет ни доминирования, ни подчинения, только сотрудничество. Их отношения строятся не на иерархии или превосходстве, а на доверии, сильных сторонах, компетенциях и долге. Шульц выполняет роль наставника-освободителя. Он покупает Джанго свободу, предлагает ему часть вознаграждения в деле охотников за головами, учит совершенствовать мастерство стрелка. Он его проводник по суровому миру американского юга. Также в их отношениях есть момент трансформации, который происходит в сцене, в которой Шульц рассказывает Джанго миф о бесстрашном герое Зигфреде, который победил дракона, прошел через кольцо огня и освободил Брунгильду. Изначально наши герои ведомы более простыми мотивами. Шульц корыстными, зарабатывал деньги, убивая плохих парней. Джанго был одержим яростью и слепой местью, что могло привести к трагической концовке. Это преображает героев, между ними формируется альянс сотрудничества. А также эта сцена знакомит зрителей с глубинными мотивами двух героев. Теперь зритель еще больше вовлечен и сопереживает, а также лучше понимает мотивы действия и нестандартные приемы персонажей, которые помогают им достичь своих целей. Например, прием с маскировкой. По ходу развития сюжета Джанго постоянно вынужден маскироваться и играть чужую роль. Как и Шульц, который притворяется европейским гостем Толстосумом. Несмотря на то, что Джанго купили свободу, он не может до конца ее реализовать на юге и освободить Брунхильду. Поэтому Шульц ему предлагает попробовать себя в других ролях. Любопытно, что маскировка Джанго резонирует с оригинальным мифом о Зигфреде. У Зигфреда был плащ-невидимка, который помогал ему оставаться незамеченными, проскользнуть мимо врагов. Он даже выдавал себя за другого воина. Сначала Джанго переодевает в коммердинера. И здесь Шульц демонстрирует партнерские отношения, аргументирует необходимость маскировки и дает свободу выбора, которой раньше у Джанго не было. Ироничная деталь. Яркая одежда выбрана не просто так. Костюм – отсылка к портрету художника Томаса Генсбора «Мальчик в голубом». Натурой выступал мальчик-простолюдин, сын ремесленника, которого художник одел в яркое платье аристократа. В следующий раз, чтобы сыграть сложную махинацию с мсье Кэнди, Джанго нужно будет снова маскироваться, перевоплощаться в самую мерзкую, по его мнению, роль. Роль чернокожего работорговца и эксперта по боям Мандинга, так называемого «одноглазого Чарли». Его маскировка и перевоплощение на этот раз будут не только в одежде, но и в поведении. Но вернемся к плантации мистера Беннета, он же Большой Папа. Первый лендлорд, с которым Шульц будет в полную силу демонстрировать свои коммуникативные навыки. Как Джанго вынужден маскироваться, так и Шульц вынужден притворяться другим человеком, чтобы добиться своих целей. Как доктор Кинг Шульц добивается своего в общении с одним из самых могущественных людей в фильме. Лендлордами, землевладельцами. Он, с одной стороны, остается органичным, подчеркнуто вежливым, учтивым, спокойным и доброжелательным. Такой добрый путешественник из Европы. То, что в каждой ситуации он гость, играет ему на руку. Несмотря на то, что он является официальным служителем закона, легальным охотником за головами, ему приходится скрывать свою должность, притворяться европейским состоятельным путешественником, чтобы втереться в доверие и достаточно близко подобраться к врагу. Какое же слабое место выбрать у этих врагов? Шульц выбирает жадность и алчность, как мишень. Неразговорчивому Спенсеру, большому папе Беннету, он предлагает пять тысяч причин, чтобы он вступил с ним в диалог. Почему Шульц выбирает мишенью любовь лендлордов к деньгам? Во-первых, это очевидная ценность, на которой стоит играть. Во-вторых, это сразу переводит разговор в деловую, в бизнес-плоскость. Даже с заранее неприятными для него людьми, Шульц старается строить бизнес-партнерство, апеллирует к их деловым качествам, в меру льститым. Также Шульц, преследуя свои интересы, никак не пытается показать свое моральное превосходство перед лендлордами. Не транслирует и не навязывает своих взглядов на сегрегацию и рабство. То, что Джанго на коне, он оправдывает законом. Так что даже наоборот, он намеренно ставит себя как бы в неловкое положение, демонстрирует свои слабости, что называется, выкладывает багаж на стол. Мистеру Беннету он открыто признается в своей наивности, в том, что рассчитывает на удачу, буквально разводит руками. А дальше в фильме перед Мсье Кэнди он демонстрирует свое незнание, что он полагается на эксперта и вообще новичок в делах боев Мандинга. Почему этот прием, которым можно назвать «я немного не в порядке», помогает? Его результат – снять напряжение у обеих сторон. Шульц всем видом показывает, что совершенно не претендует на позицию сильного, не собирается доминировать и вообще открыт к диалогу. Иногда полезно показать, что ты как будто не в порядке, что у тебя есть слабые места уязвимости, главное – не переходить в самобичевание, конечно. Кроме снятия напряжения и тревоги в коммуникации, это дает пространство для маневра. Ни мистер Беннет, ни Мсье Кэнди до поры до времени не подозревают, с кем связались на самом деле. Притворись слабым противником, доктор Шульц выигрывает время. Итог. Арсенал Шульца в переговорах с мистером Беннетом такой. Вежливость и доброжелательность, ориентация на правила и законы, не боится показаться неловким и незнающим, показывают сильную сторону, ордер в нужный момент, когда доминировать в коммуникации необходимо. На плантации Беннета главные герои справились со своими задачами блестяще, но в будущем на плантации Кэнделэнд Шульцу и Джанго приходится аккумулировать все свои знания, умения и навыки, чтобы добиться своей цели – освободить Брумхильду. Но как это сделать? Какие приемы использовать? Ведь крупный лендлорд даже пальцем не пошевелит ради сделки о покупке одной рабыни. Для начала я постараюсь обрисовать в общих чертах портрет Келвина Кэнди, увидеть его слабые и сильные стороны, предпочтительный стиль переговоров, чтобы узнать, к чему и почему прибегали Шульц и Джанго, чтобы одолеть такого крупного противника. Сэр Мсье Кэнди в исполнении Леонардо Ди Каприо – самый богатый землевладелец в фильме. Что можно сказать о нем? Он богатый и влиятельный. Он гедонист, последовательный сторонник рабства, садист. Он живое противоречие. Он вырос среди чернокожих, вероятно, они его воспитывали. Он постоянно вынужден находить оправдание тому, что имеет право поступать с ними так, как поступает. Леонардо Ди Каприо признавался, что совершенно не мог себя идентифицировать с Кэнди. Что это был самый российский, самовлюбленный, неприятный персонаж, которого ему приходилось исследовать. Он одинок. Несмотря на свое богатство и влиятельность, ни его родители, ни он сам не озаботились его образованием. Он, подражая европейской аристократии, любит все французское. Но ничего в этом не смыслит. Называет одного из бойцов Мандиго Д'Артаньяном, считая это забавным. Хотя не знает ничего про Александра Дюма отца. Более того, бабушка Александра Дюма по отцовской линии была рабыней. Очевидно, что Кэнди не открывал ни одной книги из своей библиотеки. Кэнди стесняется своего невежества, о чем намекает его адвокат мистер Моги, подготавливая Шульца к первой встрече с лендлордом. И снова Тарантино намеренно противопоставляет образованного и начитанного противника рабства Шульца невежественным лендлордом-расистом. Однако Кэнди жесткий человек с явными садистскими чертами. Ему доставляет удовольствие наблюдать за насилием, дракой бойцов Мандиго. Он также готов инициировать насилие. Он отдал распоряжение отдать раба на растерзание собакам. Также он любит ставить людей на место, унижать их, демонстрировать свою власть и авторитет. Он любит доминировать в разговоре. Ему важно показать свою власть и подкреплять ее угрозой насилия. Обобщим портрет Кэнди как персонажа и партнера в коммуникации. Обладает властью и богатством. Привык доминировать над людьми. Слабо образован. Стесняется этого и скрывает. Садист. Он гораздо более серьезный противник, чем ранее упомянутый мистер Беннетт. Обхитрить его задача практически невыполнимая. Вернемся к коммуникации. Как действуют Шульц и Джанго, чтобы добиться своих целей в переговорах с сэром Сиэ Кэнди? Какие слабые и сильные стороны они будут использовать? Вспомним маскировку Джанго. Одного выдуманного статуса работорговца и новой одежды недостаточно. Джанго понимает, что чтобы ему поверили, он должен вести себя соответственно. По его представлению, безжалостно валясь в грязи, ведь одноглазый Чарли торгует людьми его же расы. Для этого Джанго ведет себя провокационно и агрессивно. Хамит, грубит не только рабам и людям Кэнди, но и ему самому. Даже проявляет силу, сбрасывает одного из телохранителей с лошади и угрожает им пистолетом. Проявляя доминирование, он, по его словам, интригует Кэнди, заставляет его испытывать интересы хотя бы формально, но уважать его. Он старается быть естественным, аутентичным в роли чернокожего работорговца. Он так вживается роль, что даже пугает самого Шульца. Но так нужно. Ведь если Джанго будет демонстрировать эмпатию, сочувствовать сопереживания к рабам и местным порядкам, его не только перестанут уважать, но и, что главное, не поверят ему. И тогда весь план по освобождению Брумхильды окажется под угрозой разоблачения. Доктор Шульц же, во-первых, привычно показывает себя наивным человеком из Европы, по которому все наскучило, и он уже не знает, куда девать свои деньги, на какие удовольствия. Так же, как и в примере с мистером Беннетом, Шульц давит на алчность мсье Кенди. В фильме нам демонстрирует пример, что не всегда честность и открытость являются лучшими спутниками на переговорах. С таким крупным и опасным землевладельцем, как Кенди, Шульц устраивает огромную дымовую завесу, привлекая внимание большого игрока тем, что якобы хочет купить самую крупную рыбу, чтобы, когда внимание, подозрительность и концентрация Кенди спадет, добиться своей цели купить рыбку поменьше. Но если в поместье большого папа-героям сопутствовала удача, то в Кенделенде вмешался человеческий фактор и непредсказуемость. Брумхильда, как ни старалась, не смогла скрыть своих чувств Джанго. И это заметила сестра Кенди. И здесь вмешался Стивен. Управляющий дома, обладатель не менее презренной должности, чем роль чернокожего работорговца. Разница лишь в том, что если Джанго свою роль играет, то Стивен в ней искренен. Он и есть эта роль. Он дух Кенделенда воплотим. И именно он претендует на роль ведущего антагониста противника, а не Кенди. Кто такой Стивен? Как управляющий он обладает огромной властью. Все слуги в его подчинении. Он в крайне привилегированном положении. На что указывает сцена в библиотеке, где он наравне с Кенди сидит в кресле напротив и попивает Брэнди. Зачем он нам в этом анализе? Он гений коммуникации, который выступает Трикстером, рушующим все планы доктора Шульца и Джанго по освобождению Брунхильды. Служа управляющим в таком большом доме столько лет, Стивен отлично развил у себя навыки психолога. Он хорошо чувствует ложь, считывает интриги и манипуляции. Очевидно, потому что сам активно в них участвует и создает. И чтобы доказать Кенди свои подозрения, что Шульц и Джанго приехали за Брунхильдой, он устраивает провокационный эксперимент. Демонстрирует шрамы от ударов кнутом на спине Брунхильды, чтобы посмотреть на реакцию. И он ее добивается. Понимает, что она симпатична, Джанго, что он, возможно, любит ее. Весь брутальный образ чернокожего работорговца рассыпается на глазах. Джанго дал себя захлестнуть эмоциями и повел себя импульсивно. Взялся за пистолет. С тех пор игра переворачивается. Комбинация Шульца и Джанго разрушена. Теперь всей ситуацией руководят Стивен и Келвин Кенди с присущим ему садизмом. И здесь Стивен себя проявляет как, пожалуй, самый жесткий персонаж. Он придумывает способ отомстить Джанго за стрельбу в Кенделенде после убийства своего хозяина. В отличие от семьи Кенди, который хочет немедленной казни, он предлагает отсроченную смерть. На рудниках, в каторжном труде, в горнодобывающей компании. Эта расправа жестко тем, что до момента смерти идет последовательное унижение и расчеловечивание. Отнимают одежду, имя, выдают униформу, номер и кувалду. За непоновение отрезают язык. А когда раб уже не может трудиться старателем, то его убивают и сбрасывают в яму. Теперь нам становится понятно, почему герой Сэмуэля Джексона главный антагонист фильма. Он не идентифицирует себя с остальной прислугой рабами, держит себя на уровне с хозяевами, не сочувствует и не проявляет эмпатию. Он не только одобряет пытки и издевательства, но и сам любит их выдумывать. Он опора Кенделенда, искренне поддерживает весь строй. Поэтому Джанго расправляется с ним последним. Джанго уничтожает Кенделенд вместе с его духом, его сердцем, домоуправляющим Стивеном. Ведь если бы он дал Стивену уйти, то насилие и презрение к человеческой жизни, которая властвовала Кенделенде, просто поменяло бы место. Стивен стал бы работать в другом доме. Но Джанго обрывает его историю. В этом фильме Квентин Тарантино стремился показать крайне чувствительную тему рабства в Штатах, по его словам, так, как это не показывал никто, с деталями быта, в том числе и насильственного. Он показал, что ответственность несли не только рабовладельцы, но и некоторые их приближенные в лица Стивена, которых полностью устраивал статус-кво, и они поддерживали его. Через героя Шульца он показал нам, как можно добиваться своих целей, вести переговоры открыто, вежливо, ассертивно, как не становиться циником, когда этому подталкивают все обстоятельства, но следовать своим идеалам. Также Тарантино гордится тем, что создал Джанго. Он придумывал, по его словам, фольклорного чернокожего ковбоя, что опять же не делал никто. Он встроил его в героический миф. Кстати, помните, я рассказывал о мифе о Зигфреде и Брунгильде? Как я уже говорил, в оригинальной истории все закончилось трагично. Влюбленные воссоединились только на небесах. Но Тарантино последовательный художник-постмодернист. Он собирает все, что было придумано до него, и пересобирает в качественно новое художественное произведение. Он изменил не только оригинального Джанго, но и переписал героический миф. А на сегодня у меня все. Все самые важные ссылки, как всегда, я добавлю в описании, также сбоку. Вот там, наверное, будут сопутствующие ролики, с которыми вы тоже можете ознакомиться. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok